В эти выходные в Бендерах стартует сезон фонтанов. До этого их очистят и проведут пробные запуски. Заработают пока только фонтаны возле кинотеатра Горького, Дворца культуры имени Павла Ткаченко и на Центральной площади. К слову, последние каскады в этом году ждет реконструкция. Уже в эти выходные в Бендерах запустят фонтаны. Пока включат только три в центре города. Первым заработает фонтан возле кинотеатра Горького. Там в сквере в прошлом году был капитальный ремонт. Фонтан полностью реконструировали, заменили водопроводные трубы, сделали подсветку. Территорию вокруг покрыли тротуарной плиткой. Установили два десятка светильников и скамеек. Прошлым летом в жару здесь не было свободных мест. Что дают фонтаны нашему городу? Придают гармонию. Любите гулять возле фонтана? Очень. Почему? Какое-то вот есть притяжение к воде. Я часто прохожу здесь и вижу детей, очень много летом, купающихся в этой воде. Фонтан это для нас, во-первых, наверное, все-таки радость, потому что это красиво. Дети смотрят на воду, бегают, радуются. Красота для города, для нас. Очень ждем, когда включат фонтаны. Мы здесь гуляем каждый вечер, каждый день, выходные. На днях в Бендерах заработают еще два фонтана. В музее под открытым небом и возле ДК Ткаченко. Совсем скоро эти фонтаны ждет обновление. Все это будет происходить вместе с масштабной реконструкцией центра Бендер. В сквере возле ДК Ткаченко планируется реконструкция существующего фонтана. Там заменят форсунки, увеличат их количество, сделают облицовку фонтана новую. И построят еще один фонтан пешеходный на 15 форсунок. Будет подсветка, будет музыкальное сопровождение. Этот сквер вообще планируется музыкальным сделать. Будет терраса для молодежи. Можно будет посидеть, поиграть на гитаре. Ремонт ждет и каскадный фонтан на главной площади. Здесь поменяют облицовку и добавят еще одну чашу. Он станет трехъярусный. Проект модернизации уже готов. Работы начнут летом.